Здравствуйте! Мы продолжаем занятие тренировки визуализации, развиваем комбинационное зрение. На этих занятиях мы решаем тактические позиции, используя технику визуализации, которая предполагает, что первые несколько ходов вы представляете в уме. На доске эти ходы не исполняются. В конце каждой позиции я даю решение и пытаюсь объяснить, благодаря каким факторам позиции рождается тактика. Итак, первая позиция. Как обычно попроще, в этой позиции черные сыграли CD. Белые ответили конь D4. Подумайте, каким образом выигрывает черные. Попробуйте найти решение самостоятельно. Через несколько секунд я дам верный ответ. Черные сыграли CD. Белые ответили конь D4. Кот-кот на первый взгляд неплохой. Конь становится в центр и сразу атакует ферзя. Кроме того, коня защищают две фигуры. Ладья G4 и пешка C3. Нападает же на коня только слон. Но если присмотреться, то защитники коня перегружены обязанностями. Ладья G4 защищает пешку G2 от мата. В черных выстроена отличная батарея слон и ферзь, давящая на поле G2. Пешка C3 связана с защитой ферзя. Как только она уйдет, черный ферзь побьет белого ферзя. Оба этих фактора дают возможность черным забрать на C4. Теперь, если белые играют ладья на D4, ладья не выполняет своей основной функции. Пункт G2 слаб, и белые получают мат. Если же на D4 бьет пешка, то в этом случае черный забирает ферзя на C2, и белые проигруют так, как во-первых грозит мат по первой горизонтали, либо взятие пешки с одновременно нападением на ладью и на коня. В партии белые сыграли G3, видимо абсолютно отчаявших, потому что это не форточка, так как слон G7 перекрывает поле, после чего белые получили мат. Переходим к следующей позиции. Эта позиция немного сложнее. Она из партии полгаршуба. В данной позиции белые сыграли ферзь C2. Уже здесь вы должны попробовать найти решение за черных. Нажмите на паузу. Через несколько секунд я дам верный ответ. Итак, попробуем оценить позицию после хода ферзем. В этой позиции бросаются в глаза ответственное положение короля на H1. Когда вы создаете матовую сеть, очень важно учитывать все поля, куда может отойти король. Слон бьет H2. Это же поле может атаковать ферзь, если займет вертикаль дальше. У короля остается еще одно поле, поле на G1, куда он может отойти. Ладья, как и ферзь, не могут атаковать это поле, но может слон. Черные играют слон D4. Черные ставят слона на D4. Атакуют не только ферзя, но и берут под прицел поле G1. Белые играют ферзь. Е2, чтобы спасти своего ферзя. Теперь у короля совсем нет полей от хода. Следующим ходом ферзь H5. Черный занимает вертикаль H, отнимая последнее поле у короля. Белые сдались. Так как в этой позиции, если белые попробуют сыграть ладьей, то черные просто заберут ферзя. И мат последует в ближайшие несколько ходов. Белые могут защитить своего слона. Но это также ничего не дает. И все равно не получают мат. Прекрасный пример взаимодействия фигур. Все занимаются своим делом. Перейдем к следующей позиции. В этой позиции белые сыграли конь B5. Черные сыграли ладья D8. Белые сыграли конь D4. Подумайте, каким ходом черные получают решающий перевес. Нажмите на паузу. Через несколько секунд тебе дам верный ответ. Итак, в этой позиции белые сыграли конем. Правильная идея. Если белые освобождают полица 3 для пешки, с последующей атакой на короля черных. Слон белопольный. Белых ограничен пешеной структурой. Поэтому размен коня для слона для белых даже выгоден. Черные играют ладья D8. Нападя и на слона D3. И здесь белые решают сыграть конь D4. Но белые ставят под бой ладьи коня. Который защищен только одним слоном. Лучшим решением в этой позиции было сыграть король Е2. Вполне естественный ход. Король ближе к центру. Так как близит Эншпиль. Слон на D3 подпоем двух фигур противника. И в случае всех разменах у белых остается и залевная пешка на D3. Теперь, когда король на Е2, берет король. И тем самым белые сохраняют здоровую пешечную структуру. В партии была сыграна конь D4. Конь слабый. И черные сыграли F4, отвлекая слона от его прямых обязанностей. У белых есть открытое нападение с шахом. Но оно не работает. Если белые сыграют слона в 4. И черные белые от ладья D4. Казалось бы, ладья D4 стоит на защищенной после шаха. И ладья по D4 остается под боем и теряется. На самом деле все не так. Король забирает слона H7. Белые забирают ладью на D4 и попадают на вилку. Черные в итоге остаются с материальным перевесом. В партии же белые выбрали этот ход. Забрав пешку. И спустя нелегко ходу сдались. Так. Время для самостоятельной работы. Позиция из партии Таль против Лазова. В данной позиции белые сыграли. Ферзь G6. Черные ответили. Король D8. Белые сыграли. Слон G5. Черные сыграли слон. Е7. Белые сыграли ферзь F7. Черные сыграли конь D7. Подумайте. Каким ходом немедленно выигрывают белые. На этом на сегодня все. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.